Девушки отдыхают... Эй, Вито, сто лет не видались. Ага. Сто лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмём мою машину. Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клемента убил. Слушай, Вито, я знаю, что Фальконе к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну да. Слушай насчёт твоего ухода. Клемента с тобой скверно обошёлся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да. И раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко. Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вито. За мной должок. И... что нового? До или после того, как половину наших угробили. Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чём ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Но я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который всё ходил к Фредди вместе с Джо. Микки. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно. Тот сам. Голосочек, как у Мини Мауса. Ага. Да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это всё, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких узиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? А вот потому я и пришёл к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошёл ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надёжный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чём я? Да. Тут с тобой не поспоришь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй. Привет, Вито. Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово. Разве нет? Вот, держи. Не прогуляй всё сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушёл. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда... Ну да, не винить же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчей, он собирается на нас наехать. Я не знаю никак, ни почему, я... Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клименте. Он боится. Он не уверен, не начнём ли мы охоту на всех людей Климента. Ну надо же, насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клименте. Настоящий профи. Да? Ладно, скажи ему, пусть зайдёт. Ну, вообще-то он уже здесь. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот как. Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как неудел, а всё, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Климента и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галланты, и Лука всё разорялся о том, что Фальконы занимаются какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. О, блюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галланты. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри? Ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Но тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся. Сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вито, на сегодня пока все. Но заезжай завтра. Договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Доброе утречко, мистер Скалетто. Кофе сейчас будет, сэр. Мы всегда вам рады, мистер Скалетто. Кофе сейчас будет, мистер Скалетто. Кофе сейчас будет, мистер Скалетто. Кофе сейчас будет, мистер Скалетто. Ящи, мистер Скалетто. Кофе сейчас будет, мистер Скалетто. Как 37". Уф! Лео, Лео, ты там? Как ты тут оказался, чёрт возьми? Проваливай, пока никто... Лео, убери пушку. Это я, Вито. Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать. Скорее собирайся. За тобой идут. Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мёрзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут. Уходи отсюда. Что? Это ещё с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками. Все это знают. Клементе пытался выжать его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришёл? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждём. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашёл. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Чёрт, поздно они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся. Быстрее, пока он внизу. Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Простыни. Поехали, давай. Вяжем крепче. Ладно, ты первый, Лео. Проклятье. Лео. Старый я уже для этого. Чуть потяже. Ты меня сам в голову загонишь. Давай, я иду следом. Пошли. Ну нет. Ладно, что дальше? Ну, для начала драпаем. Кто бы спорил. Вот мать его. Ладно, Вита, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Ну, туда в пижаме пойдешь. А как еще? Лучше живой в пижаме, чем живой в шикарном костюме. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Это фэнк. Водитель хочет скрыться. Время я забуду. У тебя и так кровь хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось. Так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка сто лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лос-Хэвен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Хорошего отдыха, старина. Смотри, куда пришли. Фрэнни, что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа? Почему? Он бьет и гуляет все время. И он... Погоди, он бьет тебя? Нет. Но у него кто-то есть. Я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын убью. Нет, Вито. Не надо, прошу тебя. Я просто подумала. Может, ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Я не знаю. У него есть друг. Где-то на Ривер-стрит. Обычно он у него сидит. Все будет хорошо. Ну-ну, послушай. Когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вито. Но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся. Мы просто поговорим по-мужски. Идет? Маме! Маме! Эрик. Эрик. Ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой. Ясно тебе? Я тебе покажу, как бить женщин. Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дурь, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг, вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Теперь ясно? Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Витта, это Франческа. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то. Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Витта. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Витта? Я тебя не узнаю. Вообще, держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто, 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 держись подальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почегай! Живи, давай! Гори, макароник. Гори! Войду! Мать! Гори, макароник. Гори! 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 Продолжение следует... 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 Вообще-то, сбивать их не нами. Куда они берутся? Ты нас все пришли, охрана, идиот. Я захожу. Ну вот, дело сделано, да? Ну да, но дом это мне не вернёт. Не волнуйся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Девушки отдыхают Джо появился новый напарник Субтитры создавал DimaTorzok